Всем привет! Приветствую вас из компании OMZAP. Хочу рассказать вам про коробку, которую мы меняли в прошлом видео на Santa Fe 2021 года. Коробка 8DST. Робот с двойным мокрым сцеплением. Пробег у машины 140 тысяч был. Коробка это уже была вторая. В 68 официалы поменяли по гарантии. В 137 он приехал к нам на диагностику. Она выла, то есть такой шум от нее был. Он в принципе уехал. Не стал он разбирать, ремонтировать. Он купил другую коробку и соответственно мы ее поставили. Машина уехала, все хорошо. Коробка попалась ему, слава богу, хорошая. За 240 тысяч, правда. Плюс 50 тысяч почти масла в нее стоит. И плюс работа. Больше 300 тысяч человек попал. Но это можно было предотвратить. Если бы он приехал, когда на диагностику к нам, сразу бы мы туда залезли. Мы бы могли ее поремонтировать. Сейчас с этой коробкой уже не получится такого. Почему? Потому что рассыпался у нее все-таки этот подшипник задний, как я и предполагал. Вот вы видите, все, сепаратор кусками просто. Обойма лопнула. Корпус вот тут все задрало, раздробило. И плюс еще по корпусу пошла трещина из-за того, что лопнула обойма. Вот она вот так лопнула. То есть она его раздавила. То есть с этим корпусом уже ничего не сделать. Я думаю, может быть, в каких-нибудь заводских условиях еще возможно. Но вот так вот в гаражных, то есть в автосервисе, в каких-то таких условиях это нереально. Почему? Потому что у нас там стоит вот такая вот пластиночка. То есть вот она целая здесь. Видно ее, не видно? Вот такая она была. Вот такая она стала. Плюс вон там у нас масляный канал, через который насос. Тут есть насос. Вот он, видите, фильтр есть. И он качает масло для того, чтобы смазывать эти подшипники. То есть если мы здесь как-то что-то наплавим аргоном, да, допустим, протощим, то вот этот масляный канал спасти будет практически нереально. Поэтому эта коробка уже восстановлению не подлежит. То есть она подлежит, если найти где-нибудь такой корпус. Ну, учитывая то, что таких машин еще не так много, в разборках их не найдешь. Вряд ли получится найти такой корпус. По сути, механическая часть вся как бы в идеале. Если бы тогда человек, когда к нам первый раз обратился, согласился на ремонт, так сказать, то мы бы могли обойтись, в принципе, одним подшипником. Ну, меняются они в паре на валу, и все. Поехал бы дальше, никаких проблем. Ну, тысяч пятьдесят, может, там, шестьдесят. Вышло бы ему по деньгам, да, ну, с маслом пусть сто. Но это не триста и не триста пятьдесят. Коробка, в принципе, обычная, механическая. Она ремонтно пригодна. То есть если вовремя обратиться, да, в автосервис, то ее можно починить. Там заменить подшипник, все, как бы, и никаких таких больше проблем нет. Читал, кстати, в интернете, многие пишут. Вот маркировка здесь есть на ней, да. Где она? Где она, где она? Ну, вот на наклеечке есть, то есть. И где-то мы... А, вот она, маркировка. Вот здесь, смотрите. В-16R. И многие думают, что это вариатор. Но это никакой не вариатор. Это роботизированная коробка с мокрым сцеплением. То есть, грубо говоря, аналог DSG. Как на Audi, на Volkswagen стоит. Ну, а так, в принципе, она довольно-таки ремонтно пригодная. То есть, если что-то, где-то какие-то механические звуки услышали, срочно езжайте в сервис. Срочно. Потому что потом будет вот примерно такая ситуация. Что самое интересное, то есть, как только появился звук, он очень быстро начинал прогрессировать. То есть, где-то за неделю до этого человек, говорит, он появился, проехал он порядка тысячи километров там. И вот попал к нам на диагностику. Уже был очень такой сильный звук, так скажем. На три тысячи хватило ему всего этого. До этого момента, когда вот лопнула вот эта обойма, заклинил подшипник и все просто размолотило корпус в муку. Причина вот этого всего, из-за чего это произошло, насколько я понимаю. Смотрите, то есть, состояние масла, вот оно у нас здесь чуть осталось. Оно черное-черное. Даже за 60 тысяч пробегов у нормального агрегата оно так сильно не должно почернеть. По многим документациям в интернете, в эту коробку, в механическую часть заливается 3 литра 400 грамм масла всего. По факту здесь 5600. То есть, ту коробку, которую я поставил на Санта-Фе, я залил в нее 5600. И только тогда у нас, из-за этой контрольной пробки, только тогда потекло масло. То есть, есть у меня такое подозрение, что просто в нее не доливали масло, и из-за этого она так быстро выходит со строя. А по сути, я думаю, что это очень такая крепкая, как минимум, надежная коробка. Но требует соответствующего внимания. Как только вы на такой коробке услышали какой-то посторонний вой или шум подшипника, как будто бы ступичного. То есть, если услышали, сразу обращайтесь в сервис. Это сэкономит вам немало денег. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok